Заместитель директора департамента ЖКХ Александр Фетченко проинформировал о ходе капитального ремонта автодороги по улице Кооперативной. Планомерно выполняется укладка подстилающих слоев песчаного щебеночного основания в местах уширения проезжей части дороги. На текущей неделе планируется выполнить демонтаж опорно-ружного освещения. Кагальницкое шоссе с прошлого года ремонтирует предприятие «Росавтодор», в работе которого выявлены недостатки. В связи с некачественным выполнением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по основной дороге на Кагальницком шоссе, а также некачественным выполнением работ по обустройству тротуаров, в адрес генподрядчика направлена претензия с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 25 мая 2021 года. Как отметил глава администрации Владимир Рощупкин, основные силы подрядчик направил на ремонт улицы Кооперативной. Практически без внимания оставлено Кагальницкое шоссе, на состояние которого поступает много жалоб от населения. Росавтодор – мощная организация, чтобы обеспечить синхронно выполнять работу параллельно на двух объектах. Есть понимание, когда они там возобновят, активизируются, причем у них там на каждом участке субподрядчики. Когда это все начнет тоже работать, так вот активно результат появляется. По словам Александра Фетченко, на Кагальницком шоссе «Росавтодор» занимался обустройством системы наружного освещения. «Обустройство СНУ и выполнение работ на дорожном полотне, ну никак друг другу не мешают. Вот в чем вопрос. Они же забросили, получается, там определенные участки, которые с прошлого года остались в незавершенном состоянии. И стоят, это все так и стоит. И это все вызывает, естественно, массу негатива, нареканий у жителей и у людей, которые передвигаются по этим дорогам. Ну мне надоело уже просто высушить эту критику за вот такой неорганизованный подход к выполнению этих работ. Коллеги, это замечание, кстати, вот в первую очередь, наверное, даже вам, а не же подрядчику». Не меньше нареканий вызывает состояние городских дорог, на содержание которых в этом году выделено 29 миллионов рублей. И хотя погода наступила благоприятной, ремонт не начинается из-за того, что с подрядчиком еще не заключен контракт. Дата подписания документов в связи с праздничными днями 4-го перенесена на 11 мая. Глава администрации дал поручение изыскать возможность начать работы как можно раньше. А вот контракт с подрядчиком, который будет завершать начатый в прошлом году первый этап реконструкции набережной реки Азовки, уже подписан. Но работы до сих пор не начались. И вот это все безобразие, которое осталось с прошлого года, до сих пор уже практически 4 месяца мы прожили в этом году. Оно все на виду, это и для гостей, и для жителей. Картина нелицеприятна, это факт. Вот мне, пожалуйста, дайте точную информацию, когда мы начинаем работы по благоустройству этого объекта. Есть это понимание? Как пояснил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Роман Ткаченко, до 30 апреля подрядчик планирует завести материалы, чтобы начать полноценные строительно-монтажные работы. Прошу меня в ежедневном формате информировать о ходе выполнения этих работ, о тех заминках, которые там будут происходить. Мне принципиально важно, чтобы мы эти работы начали вот на этой неделе. И самыми такими активными темпами они их реализовывали. Нужно тоже затягивать, заходить, когда у нас срок работы по контракту. Во время выступления начальника ГУЧС Николай Тищенко глава администрации в очередной раз поднял вопрос о пожарной безопасности. Улиц и переулков, расположенных поблизости от поросшей камышом берега реки. Примечательно, что служба пожарного надзора рекомендовала до наступления пожароопасного периода проводить так называемое контролируемое выжигание сухой растительности. Ну то, что вот предполагалось или как бы советовали нам выжигать участки вдоль реки Азовки, там близко жилые постройки, ну и на этих участках невозможно выжигать, чтобы, значит, не угрожать жилью. Понимаете? Там их надо просто механически убирать эти заросли камыши. По этому вопросу будут даны рекомендации собственникам земельных участков. О том, чтобы владельцы земельных участков, у которых есть необходимость выжигать траву на этих, они занимались этим выжиганием. Мы можем только приехать и обеспечить безопасность, чтобы не распространялся огонь на другие, значит, земельные участки и постройки. Но там много условий таких, опашка должна быть выполнена, прежде чем поджигать, значит, шириной 10 метров. Это не всегда возможно. Не первый раз Николай Тищенко заявляет о необходимости пожарного проезда. Со стороны ГОЧС еще осенью проведена соответствующая работа. Почему-то департамент ЖКХ не дал разрешения на отсыпку этой дороги. Вот надо вернуться к этой теме и выполнить эту работу, которую мы сделали, проехали, все согласовали. Нашли подрядчика, который может это бесплатно сделать своими силами, упорядочить и отсыпать, и спланировать эту дорогу. То есть готовы нам отдать в пользование. Единственное только разрешение написать и подписаться там разрешают. Как пояснил заместитель директора департамента ЖКХ, необходимая документация была подготовлена совместно с отделом строительства и архитектуры и направлена в департамент имущества земельных отношений, у которых и возникли некие вопросы в части оформления. Получается, что решение простого вопроса об обустройстве пожарного проезда задерживается из-за бюрократических проволочек. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо Полук на проезда части назвать.